Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас у нас тоже планы дальше идут уже, немножко другие, мы на внешнюю сторону пойдем, потом уже в другое время, более холодное, будем переходить в внутреннюю, остальное. Сейчас просто лето не хочется терять, а внешняя сторона, видите, какая она тоже, не очень неприглядном состоянии. Скажите немножко о храме одного из старейших наших, нашей епархий. Ну, храм Покровской, Покрова Пресвятой Богородицы, город Урыпинск, один из старейших храмов на нашей территории. История его ведется еще с 1740 года, когда храм был построен совсем в другом месте и уже к 1772 году, если я не ошибаюсь, уже деревянный храм был перенесен сюда, на это место. Вот. Ну, деревянный храм был перестроен в каменный, в котором мы сейчас стоим, в той архитектуре, и был полностью отстроен в 1792 году. То есть, вот сколько лет вы уже, можно, как говорится, посчитать, да, сколько лет нашему храму. Замечательность этого храма в том, что здесь, конечно, находится чудотворный образ иконы Божьей Матери Урыпинской, который был явлен на берегу Хопра, и две благочестивых женщины, которые там жили и молились, им этот образ был явлен, и он был перенесен сюда. Существует много разных именно историй и преданий о том, что образ переносился в другой храм, в центре города, в Вознесенский собор, но опять он возвращался сюда. Как бы там ни было, но вот Матерь Божия, чудотворный образ, избрал именно этот храм, который долгое время, даже уже в годы богоборчества, в годы советской власти, оставался единственным на всю большую округу. И уже в послевоенное время, как мы знаем, когда он был вновь открыт, после какого-то перерыва его закрытия, небольшого перерыва, он был вновь открыт, и по именно отчетам уполномоченных по делам религии того времени пишется, сколько именно приходило людей на праздник явленной иконы Божьей Матери. Несколько тысяч человек, до 12 тысяч человек приходило сюда, чтобы помолиться перед этим образом. И приходили, не приезжали в каких-то таких комфортных условиях, шли пешком. Люди с округи, вот вокруг, с Воронежской области, да, с Саратовской, тогда еще Балашовская была область так называемая. И в Рыбин в свое время входил даже состав этой Балашовской области. Как бы ни пытались именно богоборческие такие силы препятствовать отмене этого праздника, даже было желание, несколько раз праздник отменяли такими силами, давили на это, да, административными такими ресурсами. Ну, люди приходили и шли молиться на источник, где оно было явлено. Конечно, сегодняшняя современная ситуация, конечно, другая. Никто нам не мешает именно приходить, молиться, Никто не мешает нам совершать паломничество, просить помощь Пресвятой Богородице об этом, о своей жизни, о жизни наших близких людей. В свое время, в начале 90-х годов, тогда еще глава Волгоградской епархии, архиепископ Герман благословил совершение крестных ходов по всей области. Ну, у рыпинцы такой народ ревностный, казачий народ. Помню еще, ведь много осталось свидетелей того, как икону хотели в конце 50-х годов вывести. Я как бы под именно таким, именно... Как... Причиной ее реставрации, да? Ну, народ церковно почувствовал, что здесь что-то не так. Когда приехали представители и хотели вывести икону, то народ просто заболтал этих представителей. И икона, которая была именно, как ее пишется в отчетах, это копия с явленной, которую мы видим, она вот сейчас лежит здесь, на аналое. Явленная была спрятана икона, сама была спрятана. Она явилась потом позже, вот сейчас мы ее видим, да? А была вот эта икона, и народ просто-напросто по-русски заболтал этих представителей. И икона была, ну, исчезла и долгое время хранилась. И в 2004 году, да, отец Сергей, в 2004 году она явилась обратно. В 2004 году, да, вот эта икона? Вторая? Да, вторая. В 2004 году люди, которые ее хранили, ее передали в храм. Ну, а вот эта икона уже появилась, именно Явлена, она появилась уже, ну, в более современное время, в конце 80-х годов. Она появилась, тоже люди, видно, хранили ее. Вот. И вот люди, пометуя это событие в конце 50-х годов, что как бы икону хотели изъять, да, и вывести, тоже в начале, то есть в 90-х годах как-то не доброжелательно отнеслись к этой идее, чтобы икона была вывезена в город Волгоград, боялись. Но потом, когда увидели, что страха здесь никакого нет, икона, пройдя по всей Волгоградской области, вернулась обратно, целой и невредимой, потом эти крестные ходы стали даже так, ну, регулярными. Сейчас они как бы приостановились, потому что мы вдруг увидели, что идет такое некое привыкание. И как приостановились, и мы вообще стараемся именно Явленную икону саму как можно меньше выносить куда-то из храма, только на какие-то очень важные, важные такие мероприятия здесь, и в основном только в городе. Вот, хочется ее сберечь. И на какие-то крестные ходы, на крестные ходы, кто-то обращается к нам, с Волгоградской епархией, с Калачевской епархией, мы даем второй образ, именно копию ее, потому что на обратной стороне есть надпись, когда он был написан, в каком году, 1900, если я не ошибаюсь, кажется, в третьем году он был написан, написано, кем был написан даже вот. То есть это точная копия с образа Явленной иконы Божьей Матери лежит. Есть такой же образ, находится и в Казанском соборе города Волгограда. Что самое интересное, вот вы говорите, какое чудо, да, произошло. А чудо произошло, что такое? Перед тем, как открыться урепинская епархия, в 2012 году один из клириков Казанского собора, роясь в закромах Казанского собора, разбирая все, вдруг находит образ иконы Божьей Матери Репинской, на котором на обратной стороне написано, что он был написан в 1907 году, именно точная копия имена с Явленной иконой. И как раз вот 15 марта, вот у нас как раз юбилей будет, это пятилетие образования нашей епархии, вот священно начали русско-православной церкви решают установить здесь, на территории 15 районов нашей области, северо-запад, можно так сказать, да, северная часть нашей области, образовать в границах 15 районов урепинской епархии. Вот одно из первых, из таких чудес, да. Вот так что две копии мы обрели, хотя их было несколько таких копий. Но, слава Богу, мы, конечно, знаете, вот, помощь Матери Божией ощущается. Когда мы, например, вот даже чувствовали, что у нас дела какие-то не идут, мы тогда что, ну, своими какими-то такими человеческими усилиями старались то сделать, это сделать, там, открыть одно школу воскресную, то не получалось. Ну, это не получается, и все. Ну, что тогда? Тогда пришли к образу иконы Божьей Матери, молились перед ним, через какое-то время все устраивалось. Конечно, я думаю, много, есть именно и у жителей, кто приезжал сюда, в город Урепинск, много есть, я думаю, свидетельств личных, которым люди могли бы поделиться, что такого своим личным опытом обращения с какими-то просьбами к этому чертурному образу. Я думаю, что люди могли бы об этом рассказать. К сожалению, как бы такой, ну, список этих чудес специально не вёлся. Но я думаю, что каждый из прихожан, если спросить его, а была ли какая-то помощь от него, было ли какое-то чудо, я думаю, обязательно ответить, что чудо, но было. И сейчас вот особенно вот и в этом, в это время, в настоящее время, ну, когда все-таки люди как-то заботятся о своём как-то хлебе насущном, какое чудо происходит? А чудо происходит в том, что вдруг у человека совесть просыпается, да, заговорит, вдруг наступают какие-то неожиданные у него духовные запросы, вот, оставляет какие-то запросы потребительские, да, а приходят какие-то именно вот такие запросы духовные. И, конечно, мы очень долгое время как бы с трепетом думали, как же нам приступать к началу реставрации Покровского собора, не к его какому-то ремонту. Здесь надо очень сделать, как бы, оговорку, что, может быть, ничего здесь не вина, просто, может быть, это от незнания, как бы, это незнание, от чего происходило. Многие наши священники, увидев храмы, которые стали разрушенными, старались их, ну, с такой ревностью, как бы, ну, приступали к их восстановлению. Но здесь очень требуется к таким храмам, как Покровский собор, например, Типикинский храм, да, Михаил Архангел, тот же Петровский храм, тот же храм, который в станице Котовской или вот в станице Михайловской, да, требуется особого подхода. Именно не просто ему восстановление, там, вот пришли строители и восстановили, нет, требуется, я думаю, такой, ну, научный труд, вот именно труд реставратора. Поэтому мы сначала очень долго думали, как приступить к этому, с трепетом боялись, думали, средств не хватает. Покровский собор чем отречен, как мне говорят, вот священники, которые здесь служили? У него как бы практически не было такого, какого-то благотворителя, с большими средствами, который всегда как-то мог так сразу вам помочь и храм отстроить, как бывает в некоторых, да. Здесь в основном делалось за средства своих же. людей в основном. Помогали, помощь была, конечно, вот обязательно была, но таких, чтобы планомерных таких не было. Поэтому, как бы сомневаясь, думая, и с трепетом, и со страхом мы все-таки решили, надо приступать. И в чем еще, как бы, был, мы, была как-то надежда на что? Что люди, урыпинцы, увидев, что здесь что-то начинает делаться, как бы будут поймут, что здесь все-таки надо идти навстречу. Вот, жертвовать, да. И не раз мы уже стали обращаться к людям об этом, говоря, что, дорогие мои, городу скоро 400 лет, да. Хорошо, мы прекрасно его сделаем, все обустроим. Но если вдруг в лице города, такого прекрасно обустроенного, да, таким пятном будет стоять Покровский собор, я думаю, ощущение праздника, ну, не будет такого ощущения праздника. Я с таким же вот вопрошением обратился и к нашему руководству городскому, вот, и слава Богу, я думаю, что они меня услышали. Потому что, и вот, инициативы нашего бывшего главы, да, Сергея Васильевича Горнякова, я думаю, что все увидели пример Андрея Ивановича Бочарова, когда он, да, приступил к строительству Александра Невского храма. Конечно, это замечательный пример руководителя, который, несмотря на все какие-то вот такие разговоры, пересуды, вот, приступает именно к строительству этого фундаментального храма. Андрей Иванович, как бы, с него требуется что-то говорить, и просить у него очень трудно, потому что все, конечно, на Волгоград, но все-таки местные наши силы тоже могут это все сделать, да. Мы, мы здесь живущие казаки, не только здесь живущие в Ульпинске, ведь они же раскиданы по всему, как говорится, миру, по нашей стране, по ближнему, дальнему зарубежью, да. Но ведь это же ваша мама. Вы здесь крестились, кто-то венчался, да, отпевали ваших родственников, вы себя приходили, исповедовались, причащались, приходили, ставили свечки, да, просили у чудотворного образа иконы Божьей Матери Ульпинской о помощи, о чуде. Поэтому я думаю, что это наша обязанность. И я хотел бы донести, и стараюсь донести до руководства, до жителей города, что это просто необходимо. Но это как бы, это все на нашей совести. Это все на нашей совести. И вот мы долго думали, думали, все-таки приступили к его вот такой реставрации. Сначала был составлен проект реставрации, вот. А потом вот стали вот своими силами, его вот силами прихожан, что какие-то силы, какие-то средства где-то мы могли сами раздобывать. Вот два с половиной года вот делался вот этот весь центральный часть храма, да, подкупольная часть главного купола. Здесь вот главная часть, алтарь. Ну, а теперь мы будем приступать к другой работе. Все равно, как бы то ни было, останавливаться-то не будем, в любом случае. Просто люди верят. Я вот смотрел, как они два года с половиной здесь молились, как им было трудно. А вот в этом стесненном обстоятельстве я им всегда утешал. Старался утешить, говорю, ну, потерпите. Давайте потерпим, давайте потерпим. Нам всем тяжело, и священникам тяжело, и людям приходящим здесь тяжело, потому что храм в таком стесненном отстоянии. Я видел, что люди все-таки вот так терпят и с таким вот ждут, по крайней мере, и молятся об этом. Да, ведь все-таки у репинца и народ, он особенный, ревностный народ. И несмотря на сегодняшние такие вот изменения, и в человеческом сознании, да, когда вот век, как я уже говорил, потребительский век, все равно, ну, никуда от этого не уйдешь. Вот, и мне бы хотелось, да, чтобы, как бы, восприняли мои слова с таким, с пониманием. Я никого тут, мне не хотелось никого не обижать, никого там, как бы, вот, укорять в чем-то. Нет, здесь совесть, что подскажет совесть каждого у репинца, живущего здесь? Вот, мне кажется, вот это, от этого зависит. Я, как говорится, не местный, да, я приехал с другого, но я уже местным стал, в любом случае. Я урюпинский патриарх, когда во время хиротонии мне говорил, что теперь ты именно тот будешь тем, в честь которого назван твой титул, твоя кафедра, да. Ну, вот, теперь от этого никуда, как говорится, ну, это тоже мое место, да, вот. И мне бы хотелось, чтобы наши вот жители города Урюпинска отнеслись к этому с большим пониманием, с большим пониманием. Это же, это ваше, это не мое, не священник, как здесь, это ваше здесь, которое вы, это ваше достояние, это ваше сокровище. Вот, и, конечно, ведь, если мы будем что-то давать, то Матери Божьей, она обязательно, ну, это же, несомненно, она откликнется на наше попрошение. Вот, и мне что-то хотелось сказать, может быть, немножко пространное, ну, о чем мне душа болела, о чем я хотел сказать. Все хорошо, спасибо. 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 Спасибо.